Добрый день! Сегодня мы с вами разберемся в том, что поменялось в системе управления потребностями. Сразу хочу вам сказать, что лично мне эти изменения нравятся под система, которая была достаточно такой путанной, сложной и вызывавшей у меня в ряде внедрений определенные проблемы. То есть не всегда пользователи вырастали в эту логику и делали серьезные ошибки, которые, кстати говоря, иногда приводили к отрицательным остаткам на конец периода. Вот сейчас как бы стало проще, понятнее и я даже бы сказал ящнее, что ли. Контент сейчас вы увидите. Я сейчас закончу, так сказать, просто говорить и переключусь на демонстрацию. Ну, как обычно, мы с вами весь наш вопрос будем разбирать в базе данных. Если у вас какие-то вопросы появятся, пишите, пожалуйста, их в чат. Я по мере, так сказать, вещания буду к чату обращаться и смотреть, о чем вы спрашиваете. Ну, поскольку у нас народу немного, мы можем себе позволить общение в диалоговом режиме, поэтому с вопросами похода вы не стесняйтесь. Задавайте, будем разбираться. Если совсем уж будет не вламываться, ну, как бы перенесем на конец занятия. Вот, мы с вами будем делать все в 1С 2.5.7.150. Вот она. Значит, сейчас уже две новые сборки появились, но там в этом функционале изменений нет. Итак, значит, сразу хочу сказать вам, что я сделал несколько предварительных настроек в демо базе. Я ввел сюда новую организацию, традиционную. Вот, Орион. Я ввел сюда подразделения, я ввел сюда новые склады. Значит, обратите внимание, что этих складов два. Почему два? Сейчас мы с вами будем с этим разбираться. Ну, и, естественно, введена какая-то номенклатура, которая будет использоваться в тестовых целях. Вот. Для того, чтобы отражать закупки и продажи, я, соответственно, ввел каких-то клиентов, каких-то поставщиков. И, что очень важно для нас, я настроил способы и схемы обеспечения потребностей. Ну, нас, собственно говоря, вот этот вот способ будет интересовать. Здесь особых отличий тоже нету. Значит, типов обеспечения остались те же самые. Вот. Я пока обращу ваше внимание только вот на эту настройку обеспечиваемый период. Так, значит, давайте мы с вами закроем способ обеспечения и попробуем с вами обратиться к документу, который эту потребность формирует. Он, наверное, самый такой значимый в плане отличия. Ну, вы, я думаю, знаете все, что в программе существует несколько документов, которые могут сформировать потребности, и несколько документов, которые эту потребность... Ну, я думаю, что формат нам позволяет сделать такое напоминание. Я напоминаю вам, что потребность можно зафиксировать документами заказ клиента, потребность можно зафиксировать документом заказ на перемещение, заказ на сборку-разборку, заказ на внутреннее потребление, вот, этап производства. И при этом удовлетвориться потребность может с помощью таких документов, как заказ поставщику, заказ на производство, заказ на сборку-разборку, заказ на перемещение. Да, естественно, если вы слушали внимательно, вы не могли не заметить, что тот же самый заказ на перемещение, он потребность и создает, и закрывает, что вполне логично, потому что на складе отправителя потребность создается, а на складе получателя она закрывается. На самом деле, даже не обязательно запоминать весь этот список, потому что вы всегда можете понять функциональность документа по двум признакам. Если документ закрывает потребность, то в журнале вот этого документа обязательно будет вот такая вот возможность. Этот документ можно создать по потребностям, на основе анализа потребности. Вот, это если закрывает, а если этот документ создает потребность, то тогда в этом документе на соответствующей закладке с товарным перечнем в табличной части обязательно будет колонка действия. Действие – это как раз та настройка, которая и определяет, что делать с потребностью. На всякий случай переконтролируем, про что вы спросили. Ну, собственно говоря, мы уже с вами подошли к примеру. Давайте мы с вами основному клиенту отгрузим, попытаемся отгрузить вот по этому соглашению с этого склада. Да, Орион, то есть все у нас тут правильно заполнилось. Мы отгрузим товар, блокнот. Значит, блокнот, количество, ну давайте 50 штук, цена 100 рублей. Думаю, это не столь принципиально. Вот, и вот что у нас появилось, уже появилось, и на самом деле это очень интересные изменения. Вот смотрите, сколько раз уже я это слышал при внедрениях, очень просят всегда, значит, хотят видеть, а сколько можно отгрузить. Понятно, что на самом деле можно вот так вот сделать, подобрать товары, вот, и здесь у нас будет вот эта вот информация, но это не всегда удобно. Вот, часто хотят видеть уже при заполнении, и вот тут вот в новой версии дают такую возможность, вы уже будете видеть доступное количество. Это первое изменение, и второе изменение связано с тем, что заполнение вот этой вот колонки действия, оно упрощено. Если вы помните, 2.5.6, для того, чтобы заполнить колонку действия, мы должны были вызвать специальную форму, в которой мы могли принять решение, что и как у нас будет заполняться. Ну, такая вот немножко громоздкая вещь была. Вот, теперь прощу, теперь у нас есть кнопка обеспечения, и здесь нам, у нас уже доступны вот эти вот 4 команды. Обратите внимание, что только 4. 4. Раньше их было больше. Что у нас осталось, что у нас исчезло? Ну, во-первых, обратите, пожалуйста, внимание, что у нас как было, так и есть. У нас было не обеспечивать, и было отгрузить. Вот эти вот две команды, они доступны вот так вот непосредственно. Эти две команды, они играют ровно ту же функцию, выполняют ту же функцию, что и в старой версии. То есть, в этом плане ничего не поменялось. Что здесь сейчас нету? Резервировать и к обеспечению у нас осталось, но они немножечко поменяли свой смысл. Что у нас исчезло? Во-первых, обеспечивать обособленно. Вот такой команды в общем перечне нет. Вместо этого существуют вот эти вот две команды. Они, если вы присмотритесь, вы увидите, они отделены. Это уже другой немножечко список. И здесь они реализуются с помощью вот этой вот галочки. И второе, чего нету. Здесь у нас стоит резервировать, подразумевается резервировать на складе. А вот резервировать к дате, то есть резервировать из тех объемов, которые только планируются к поступлению. Вот такого функционала сейчас в виде отдельной команды тоже нет. Но здесь вот как раз мы с вами должны сказать, что функционал вот этих двух команд, он стал чуть-чуть другой. И на самом деле 1С здесь ввела два новых термина. И вот это вот резервировать, значит, она еще называется жестким резервом. Вот это вот называется мягким резервом. Почему так? Так, давайте посмотрим, что будет дальше. Так, посмотрим, что у вас. Так, ну да. Здравствуйте, опоздавшие. Все замечательно. Так, значит, смотрите. Давайте мы проведем этот заказ. Там у нас стоит кредит, поэтому программа ругаться не должна. Провели. Поскольку я сформировал уже способы обеспечения, привязал их к номенклатуре, заказ поставщику мы можем сформировать в упрощенном варианте. Ну, не вручную, а с помощью обработки. Заказ по потребностям. Заказ мы будем вот на этом складе создавать. Поехали дальше. Все нормально. Далее. Вот. Ну, значит, альбом для рисования это нам не нужно сейчас. Мы создадим заказ только для блокнота. Мы создадим заказ только для блокнота. Вот. Значит, обеспечено. Нету. Значит, прежде чем создавать заказ, давайте еще один момент. Посмотрим, ну, чтобы у нас уж все было гладенько. Если вы помните. Давайте я пока это закрою. Да. Если вы помните, у нас же было такое, было такое рабочее место, состояние обеспечения. Тоже, кстати говоря, довольно сложное для освоения. В него надо было врастать. Сейчас оно стало намного проще. Состояние обеспечения. Ну, и вы видите, что вместо вот такого громоздкого рабочего места, вот, там разрисованного, у нас сейчас здесь, ну, такой практически отчет простенький. Да, простенькое такое рабочее место. Значит, нас будет интересовать вот этот заказ. У нас есть потребность в блокноте. Действия к обеспечению. Дату отгрузки мы не ставили. Значит, программа эта трактует, как необходимость отгрузить, как можно раньше. А вот количество 50, текущее состояние обеспечить. Обеспечить. Так. И что у нас? Ну, здесь у нас идет еще информация о том, как именно это будет закрываться. Заказ на поступление. Да. Так. И еще здесь, что стоит посмотреть. Дата поступления. Откуда взялась дата? У нас сейчас 5 число. Значит, дальше идут выходные. Ну, вот с учетом выходных 10 вот и получится. Да. Вот те самые 3 дня. Хорошо. Значит, давайте мы с вами это вот пока оставим. Нет, это вот перегружать. Да. Давайте закрою. Значит, и все-таки сформирую заказ поставщику по потребностям. Ну, это не... Ну, хотя, чтобы не мешалось. Сделаю. Формирую заказ. Ну, цен там нету, поэтому цену надо будет поставить ручками. Так. Для альбома я делаю только, чтобы не мешались предыдущие эксперименты. Ну, там, скажем, 25 и 30. Так, сделали, да? Значит, предполагается поступление 11 числа. Ну, все. Значит, подтвержден. Проводим. Заказ у нас создан. Давайте посмотрим, что у нас поменялось. Во-первых, давайте мы с вами посмотрим состояние обеспечения. Вот здесь пока у нас, я смотрю, ничего не поменялось. Что было, то и осталось. И давайте мы с вами посмотрим еще такой отчет. Два отчета, которые нам будут нужны. Это остатки и доступность товаров. Так, по складу давайте его сфильтруем. Так. Ну, вот здесь мы что видим? Давайте я, чтобы не мешался альбом, уберу. Вот. Что мы здесь видим? У нас ожидается поступление блокнота, 50 штук. Причем... Кошмар. Вот, у нас ожидается поступление блокнота, 50 штук. Причем эти 50 штук уже находятся в резерве. То, что мы там поставили в заказе клиента к обеспечению, этого оказалось уже достаточно. Так. Так, что у меня еще было открыто. И давайте посмотрим, что у нас в заказе клиента сейчас. В заказе клиента у нас тоже пока ничего не поменялось. Идем дальше. Дальше у нас что происходит? Дальше у нас происходит... А, вот еще вот этот вот отчет. Товарный календарь. Так, номенклатуру я тоже поставлю. Блокнот, чтобы не путаться. Так. Ну вот, смотрите. У нас планируется отгрузка. Планируется отгрузка сегодня, потому что она как бы стоит на ближайшую дату. Вот, 11 числа у нас ожидается поступление 50 штук. Причем вот здесь, в этом отчете тоже появилась особенность. Мы можем изменить его внешний вид. Можем вот так вот сделать. Вот, сдвигать отгрузки с учетом обеспечения. Если мы это сделаем, то мы сразу увидим, что никаких отрицательных остатков не будет. Ну, как это, в общем-то, и есть на самом деле. Просто мы отгружаем это все, все эти 50 штук мы отгружаем 11 числа. Так, значит, вопросов там, вопросов пока нет. Что мы с вами дальше сделаем? Давайте я вернусь к заказу клиента. Вот тут пока ничего сделать нельзя. Перейду на заказ поставщика. Сейчас я оформлю поступление. Открою. И Создам приобретение товаров и услуг. Ну, меня здесь ничего не надо. Сделали, сделали. Давайте я заново открою состояние обеспечения заказов. Вот, кстати говоря, какая-то возможность обновления здесь явно бы не помешала. Так. Что у нас здесь? Вот, к сожалению, у нас пока программа немножечко не прогружает данные. Сейчас я попробую еще раз сделать. пока нет. Ладно, хорошо, давайте пойдем в заказ. И попробуем вот сейчас поставить здесь резервировать. Резервировать она не дает, следовательно, у нас что-то не так с нашим приобретением. Давайте проверим еще раз. Заказ поставщику. Основной склад. Так. Так. Нет, все правильно. Правильно. Заказ поставщику. Закупка. Товары. 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 Что-то связано. Документы. Да, приобретение у нас произошло. Все нормально. Давайте я тогда сейчас попробую все закрыть. И проверю ситуацию. Проверю ситуацию по отчету. Ведомость по товарам на складах. И посмотрю, что у меня происходит вот на этом складе. Показать все. Основной склад. Сформировать. Ну, мы видим, что блокнот здесь есть. Давайте попробуем еще раз. Бол慈 Selbst. Не, я забыл такаяllenка. Давайте попробуем這是. Закажи клиенты. Основной склад. Блокнот. Вот. Будем выб broadcasting. Так, что-то у нас не так. 297. 307. 307. Попробую, сейчас, возможно, у нас задата немножко подключают. Давайте я попробую это сделать вчерашним днем. Продолжение следует... Тресешь. 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 Так, давайте я еще раз посмотрю отчеты. Вот, видимо, какая-то проблема с существующим функционалом. Не очень, честно говоря, понятно, почему. Вот, вчера, в принципе, я этот пример прогонял, все было корректно. Ну, давайте это попробуем сделать еще раз, просто на другой номенклатуре. Так, заказы клиентов. Сейчас, шесть тысяч. Так, ну хорошо, давайте тогда для чистоты эксперимент, чтобы все-таки это сделать. Я сейчас создам еще один склад. Попробуем полностью воспроизвести ситуацию, которую я проверял вчера. Создаем новый оптовый склад. Он будет называться «Основной 1». И создаю заказ клиента. Я просто сделаю вот эту вот копию. Заменю на «Основной 1». Альбом для рисования, к обеспечению. Все остальное у меня уже стоит. Провести и закрыть. Также, наверное, вот, чего еще сделаем. Положим, он хочет вот это вот. Вот там. Положим, он хочет загрузить сегодня. Так, и под вот этот вот заказ запущу закупку. Создать по потребностям. Основной 1. Далее, 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 далее. Сформировать. Берем заказ поставщику. Склад основной 1. Так. Статус подтвержден. Давайте проверим по состоянию обеспечения. К обеспечению обеспечить. Создаю приобретение товаров и услуг. Провести и закрыть. Возвращаясь к заказу клиента. Да, здесь у нас тоже самая история. Да, здесь у нас Продолжение следует... Ну вот здесь не совсем понятно, честно говоря, для меня ситуация сложилась. Скорее всего, какой-то глюк-система почему-то она перестала резервировать под заказ. Я попробую сейчас перезапустить это все. Но происходит что-то странное. Продолжение следует... Вот эти вот приоритеты, они не должны работать. У нас, собственно говоря, там был только один заказ на отгрузку, поэтому не совсем понятно, что произошло. У меня тоже ощущение, что некорректно работает фоновое задание. Сейчас попробуем перезагрузить. Может быть, из-за этого. Продолжение следует... Вот смотрите, после перезагрузки у нас поменялась ситуация. Видимо, это действительно был какой-то... Да? Видите? Да. Значит, это было фоновое задание. Совершенно верно. Значит, давайте вернемся вот к этому заказу с блокнотом. Значит, посмотрим его по отчетам. Продажа заказа клиентов. Продажа состояния обеспечения заказов. Вот. Основной. Ну, вот видите, значит, после того, как отработал фоновое задание. Фоновое задание называется распределение запасов. Ищем на Ре. Вот. После этого у нас, как вы видите, стоит уже здесь указание поступило. И состояние обеспечено на складе. В заказе клиентов мы получаем возможность поставить резервировать на складе. Вот. 50 штук у нас уже есть. Вот. Но мы сейчас сделаем вот что. Я не буду ставить резервировать. Пускай, значит, у нас остается все в статусе к обеспечению. И если вы помните, в старой версии вот этот статус к обеспечению, он как бы ничего с запасом не делал. То есть это указание на то, что вот это можно считать потребностью, ее надо обеспечивать. Но с осадками это никак связано не было. Давайте я сейчас попробую сделать вот что. Я сделаю еще один заказ. Скажем, на клиента 1. Все остальное будет то же самое. Ну и чтобы не путать, я здесь поставлю, ну скажем, 40. Обратите внимание, вот это вот количество, оно не является доступным. И я могу сделать что? Да. Я не могу поставить это количество к обеспечению. Давайте я попробую вот как поступить. Я сейчас поставлю этот заказ датой 1 ноября. И я поставлю дату отгрузки, ну скажем, 3 ноября. Вот так вот сделаю. Проведу заказ. Ну, вы видите, что ничего не поменялось. То есть, программа никак не отреагировала на это изменение. Ну, давайте я там для интереса поставлю, что отгрузка вообще сегодня. Что у нас получится? То же самое. Значит, я могу, вот, сколько вы задали вопрос, вот это вот поставить. Высоке приоритета. Ну, видите, что ничего не меняется. То есть, вот этот вот предыдущий заказ, который номер 5, он это количество поставил на резерв. Количество поставлено на резерв, и оно автоматически не будет меняться. Что, ну, то есть, вы понимаете, что к обеспечению, на самом деле, это одновременно и к обеспечению, и резервировать к дате. Вот, такое, получается, гибридное действие, заменяющее два предыдущих. Но, вот здесь мы сталкиваемся с вами с одним очень интересным но. С одним очень интересным но. Давайте вернемся к складам. И вот здесь я что хочу вам показать. У нас появилась новая настройка. Настройка перераспределять складские запасы. Перераспределять складские запасы. Чтобы, так сказать, сделать эксперимент почище, я создал отдельный склад, в котором эта галочка стоит. Все остальное там совпадает целиком и полностью. Так, и давайте посмотрим, как это будет работать вместе с вот этим складом. Давайте я сейчас вот это скопирую. Поставка клиенту 2 со склада перераспределения. Я поставлю, чтобы не путаться, наверное, вот этот товар дырокол. 70 штук по цене 200 рублей. К выполнению, к обеспечению все нормально. Проводим. Сформируем заказ. Так. Так. Кстати, вот пока я это делаю, я хочу вам сказать, если кто-то из вас соберется сдавать экзамен специалисту, ни в коем случае не пренебрегайте вот этим вот обеспечением. И вот таким вот автоматическим созданием заказов. Очень сильно экономит время, даже если вам покажется занудно вот эту вот настройку делать, поверьте, так будет лучше. Так, подтвержден. Так, давайте-ка я вот это вот проверю, что у нас сейчас делается. Так, создаю на основании. Преобретение. Закрываем заказ. Еще раз посмотрю состояние. Похоже, сейчас у нас вылезет та же самая ошибка. Похоже, он не ловит это. Давайте проверим. Заказ поставщику, заказы клиентов. Ага, ровно та же самая ошибка. Он не видит поступления. На всякий случай я проверю, куда там делался заказ. Ага, основной один. Так, нет. Вот он. Все верно. Ну, опять то же самое. Ошибка воспроизводится. Похоже, это какая-то недоработка системы, связанная с фоновым распределением. Ошибка воспроизводится. 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 Так, давайте посмотрим, что это дало. Здесь уже, похоже, совсем плохо. Кре-н-два. Так. Так, ну вот на остатках это есть. На остатки и в резерве. Ну вот, тем не менее, резервы я здесь не вижу. Давайте попробуем. В принципе, перепроведение должно пересчитывать. Ну, давайте я еще вот это вот попробую. Что делать-то? Вот это попробую. Хорошо. 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 Ну вот, видите, я перевинтил вот это вот фоновое задание. Видно, что ценим так не очень хорошо. Вот. Надо посмотреть, как часто оно запускается. Теперь здесь все готово к отгрузке. В принципе, здесь можно ставить и резервировать. И давайте мы с вами продолжим эксперимент. Я сейчас создам еще один заказ. Тоже будет отгружаться с того же склада к другому клиенту. Деракол. Только чтобы не путать, давайте я поставлю 40. К обеспечению провести и закрыть. И давайте мы с вами посмотрим, что будет, если я посмотрю состояние обеспечения. 70 обеспечено на складе, 40 еще надо обеспечить. Сделаем по-другому. У нас проверим. Отгрузка будет сегодня. У этого заказа я изменю дату отгрузки на 4 число. А дату заказа я изменю на второе. Не перезаполнять. Увести и закрыть. Смотрите, вот уже сейчас мы видим, что у нас ситуация поменялась. Вот сейчас это все нормально стало работать. У нас вот этот вот последний девятый заказ готов к отгрузке. Восьмой ожидается обеспечение. Посмотрим, как это выглядит с точки зрения состояния обеспечения запасов. Обеспечен на складе. А вот здесь 30 обеспечено, 40 необходимо обеспечить. То есть программа мягкий резерв, который был на заказе восьмом, перебросила на заказ девятый. Давайте еще одну вещь сделаем. Мы с вами сейчас возьмем, скопируем заказ клиента опять. Вот этот вот восьмой. Значит, теперь здесь будет 35. Отгрузка будет 8 числа. Ну, поставим основной клиент, наверное. Так, отгрузка будет 8 числа, но я здесь поменяю приоритет. Приоритет будет высокий. Приоритет будет высокий. И давайте мы с вами посмотрим, как программа воспримет такую ситуацию. Смотрите, как интересно. У нас готов к отгрузке только вот этот вот заказ. Десятый, 35 штук. Вторые 35 штук из тех, которые у нас есть на складе, пошли вот под этот заказ. Пяти там не хватает. И еще вот эти вот 70 надо дообеспечить. Значит, и еще один момент. Значит, я вам напоминаю, что у нас существуют способы обеспечения потребности, обеспечиваемый период. Давайте я сейчас поставлю обеспечиваемый период. Два дня. Десять дней. И создам еще один заказ клиента. Создать. Так. Скопирую. Вот это. Значит, он будет этим числом. Он будет высокого приоритета. Клиент один. Вот. Что здесь будет другим? Я тут поставлю 20 штук. И поставлю даты отгрузки 30 ноября. Вот такой вот долгосрочный у нас. Долгосрочно у нас такая задача. Не удалось провести. Так. Ну, там дата платежа, конечно. Еще как платит ваша. Давайте 26 поставим. Я думаю, этого будет достаточно. Конфликтует со сроками. Поставим 26. Провелось. И давайте посмотрим состояние обеспечения производства. Купьте состояние обеспечения заказа. Значит, смотрите, вот здесь программа. Она очень такой интересный комментарий сделала. Отложите обеспечение. Несмотря на то, что у нас этот заказ приоритетный, приоритетный, он находится вне периода обеспечения. В связи с этим программа пока с его резервом работать не считает необходимым. Когда он войдет в период обеспечения, тогда она предложит что-то там делать. Итак. Итак. Значит, резюмируем то, что мне сегодня удалось вам показать. Значит, у нас сейчас... Открою. У нас сейчас есть возможность здесь проставлять действия. Отгрузить. Ну, отгрузить это возможность оформить документ. Резервировать. Жесткий резерв, который не подлежит последующему изменению. К обеспечению. Сигнал необходимости удовлетворить потребность и мягкий резерв, который поддается дальнейшему пересчету. Значит, для того, чтобы программа делала вот этот вот перерасчет, программа на складе обязательно должна стоять вот эта вот галочка, которую я вам показывал. В перерасчете. При перерасчете программа будет работать с тремя настройками. Во-первых, приоритет. В первую очередь закрываются приоритеты по... Закрываются резервы в соответствии с приоритетом. Второй момент. Это дата заказа. И третий момент. Это соответствие даты отгрузки, сроку обеспечения. Если она вне срока, то, соответственно, она учитываться при перераспределении не будет. Значит, второй момент, на который я хочу обратить ваше внимание, что обособление и необособление, она как бы выключена из общего списка. Просто надо понимать, что все вот эти вот позиции, они могут работать как в обособленном, так и в необособленном режиме. Значит, ставите обособление, ну, значит, поставку будет только под этот заказ с соответствующими последствиями. Как вы понимаете, обособление это такой жесткий тип резерва, на который общие правила распределяться, общие правила работать не будут. Ну, и здесь достаточно удобно снятие резерва, снять резерв, зарезервировать под назначение. По сути дела, это та же работа с обособлением. Но здесь речь идет о том, что вы работаете с остатками на складах. То есть, если пока остатков на складах нету, вы не хотите их трогать, то вам надо работать с обособленно-необособленно. Обособленно-необособленно, это сигнал для дальнейших действий. Снять резерв, зарезервировать под назначение. Это означает, что вы работаете с тем, что есть на складе. Вы делаете с этим товаром вот такой вот достаточно жесткий резерв строго под данный заказ клиента. Так, вопрос подскажите, пожалуйста, можно сделать корректировку назначения по тем позициям, которые уже в закрытом периоде есть поступление по назначению, затем выборным закрытием месяца. Ну, боюсь наврать, конечно, но я думаю, что изменить-то получится, но придется закрыть период. Значит, ну вообще, вообще-вообще, давайте я еще раз посчитаю, посчитаю корректировку назначения по тем позициям, которые уже в поступлении по назначению, затем выполнить закрытие месяца. А, ну, так вы корректируете назначение у того товара, который лежит на складе. Какая разница, что там было в ПТУ? У ПТУ оно и закроется, просто дальше вы делаете документ корректировки назначения и резервирование, оно уже будет выглядеть немножечко иначе. Только и всего. Можно. Так, ну вот, в общем-то, все, что хотел показать. Приношу свои извинения за сбои в работе. Ну, вы сами видите, значит, новый функционал, он немножечко проблемен, что, в общем-то, для 1С не редкость. Поэтому, если у вас будут возникать такие сложности, рекомендую поступать так, как поступил я. То есть, просто переходите в регламентные фоновые задания. И перевыполняете вот это вот задание, распределение запасов. Ну, тогда все будет нормально. Должно быть во всяком случае. Так, ну, если вопросов больше нету, давайте тогда завершаться. Не за что. Еще раз приношу свои извинения за сбои. На предварительном прогоне такого не случалось, а вот здесь видите как. Всего доброго, приходите еще. Субтитры создавал DimaTorzok